Слава Всевышнему Владыке, Великому Богу Израиле! Слава Господу Иисусу, Спасителю нашему! Сегодня у меня тема, над которой я очень продолжительное время рассуждал, и эта тема пришла ко мне таким образом, что я сел читать, открыл Писание и попал на то место, где Иисус стоит перед Пилатом, и Пилат задает вопрос. Что есть истина? Я задал себе вопрос, а ведь действительно, что есть истина? Я никогда не занимался этим. Да, читаю Писание, по-моему, в мере возможности исследую, но я никогда не затрагивал эту тему, что есть истина. Для меня вроде бы она как бы была полностью понятна, ну, истина есть истина, истина есть правда. Но это не совсем так. Когда я начал глубже изучать это, то истина намного глубже, чем я предполагал. И очень часто человек в своей жизни истину себе представляет. я попросил ребят, чтобы там несколько картинок высветить, пожалуйста, первую картинку. Тут хорошо видно, да? Вот смотрите. Вот так часто в жизни человек представляет себе истину. Берется определенный предмет, здесь для простоты взят просто цилиндр или круглая деталь. И вот, что интересно, как часто мы видим в жизни нашей какую-то только грань этой детали. И это называется не истина, это правда. Почему? Потому что мы видим только одну грань, и мы ее описываем, что она прямоугольная или квадратная. Вот как на картинке. Но мы не всегда поворачиваемся таким образом или не пытаемся изучить этот объект или нечто другое. То есть сейчас речь идет о Боге, о Его сущности. И, возможно, мы смотрим только с одной грани и видим только прямоугольник. Другой человек смотрит с другой стороны на действия Божие, и он видит круг. И тот и тот прав. Почему? Потому что истина, там дальше будет объяснение, что такое истина, но я своими словами скажу. Истина – это есть то, что в общем представлении оно представляет полностью всю информацию о каком-то объекте или о Боге, я бы так сказал. А правда – это тоже истина. Но это грань истины. Их много может быть грани, потом следующая картинка там будет. Понятно, о чем я говорю. Но да, вот эта картинка. Обратите внимание. Смотрите, там вот такой предмет, который он и квадрат, и круг, и треугольник, а в итоге получается и квадрат, и круг, и треугольник, а это получается конус. И человек, когда видя одну грань и верит в это, это, это для него истина. И я начал изучать в Писании примеры. Вот даже возьмем тот же момент, когда Иисус стоял перед Пилатом. Вы помните этот диалог, он описан в Евангелиях. И что интересно, когда Пилат ему говорит «ты царь иудейский», Иисус отвечает ему «ты говоришь». И он дальше ему говорит «я не от мира сего». И он говорит об истине. И Пилат спрашивает его «а что есть истина?». Этот человек, он вообще не видел ни одной грани. Он видел перед собой человека. Как он выразился интересно, он говорит, когда Иисус не отвечал ему, он говорит ему такую фразу «неужели ты не понимаешь или ты не знаешь, что я имею власть тебя отпустить или наказать». Иисус ему тоже отвечает очень такой интересной фразой. «Если бы на то не было воли свыше, ты бы не имел этой власти». Я просто так подумал, думаю, что в этот момент думал Пилат. «Если бы ты не имел власти свыше». Мы сейчас сидим, да, и каждый из нас понимает, что это было предписано от Всевышнего, это было предсказано через пророков за шестьсот, за четыреста лет. Именно вот это событие, пришествие Мессии, даже было расписано, как будет его распятие, как делили его одежды. Пилат в этот момент, он видел перед собой человека, и он так подумал, если бы не было разрешено свыше, прокуратором на тот момент не так просто было стать. И, возможно, этот человек себе представил, ну да, надо было что-то сделать такое действительно серьезное пред кесарем, чтобы у тебя назначили прокуратором иудеи. Ну, это мои фантазии. истина состояла в том, что пред ним стоял Сын Божий. Этот человек этого вообще не знал. То есть, он не видел вообще ни одной грани той истины, которая была. Возьмем другой пример уже из Евангелия. Пример женщины, взятой в прелюбодеянии. Ну, вроде бы тоже. Ну, что тут с истиной связано? Очень даже связано, смотрите. Женщина, взятая в прелюбодеянии. Как я уже говорил однажды, когда говорил на эту тему, там написано «Ее привели», или написано так «Привели женщину, взятую в прелюбодеянии». Я представил себе нечто другое. Вряд ли ее привели. Ее приволокли. И приволокли для чего? А для того, чтобы так, как они думали, они знали истину, а истина вскрывалась в десяти заповедях, и написано было «Не прелюбодействуй». Они знали, что за прелюбодеяние побивали камнями. Они пришли уже с камнями, решили, как уже совершить суд. Но написано так, они решили искусить Иисуса. И сказали «Учитель, что нам делать? Так, написано в законе, нам побить надо камнями». И вот тут проявляется истина Божия. Они видели только грань закона, где было написано «Прелюбодея или прелюбодеянии надо было побить камнями». Действия Иисуса, они просто не вкладывались в их рамки. И когда Он сказал им это слово, мы поймем это дальше, потому что я буду еще моменты читать. И когда складывается эта общая картина, почему Иисус так поступил, Он им просто сказал, вы знаете эту фразу, это мы много раз уже слышали, что кто без греха первый бросит в нее камень. Вот в этом была истина Божья. Потому что если бы такой истины не было, такой благости, милости, любви от Бога, я так думаю, на земле, наверное, бы и одного процента людей не осталось. Но написано «Бог долго терпит». И в этом случае милость Божия восторжествовала. Это одна из истин Божьих. Милость, благость, милосердие. Берем другой пример из Писания. Молитва мытаря и фарисея. Мытарь, написано, грешник, фарисей, праведник. Он знает истину. По поводу фарисейства мы тоже еще дальше чуть-чуть остановимся. Смотрим на этот момент, да? Все правильно. Много граней. Он исполнил закон Бога. Там десятину, приношения, посты. Все исполнил. Ну, то, что он перечислил, я имею в виду. Это, можно сказать, много. Тот же человек, возможно, он, наверное, больше внутри, в сердце ощущал ту истину, то есть милосердие Божие. И он единственное, что он не оправдывался, что Господи, я с того меньше взял. Господи, того я меньше обидел. А он просто говорил. Господи, прости меня, грешника. Иисус, приводя этот пример, он говорит. Как вы думаете, кто пошел оправданный? Следующий пример. Когда апостола Павла привели на судилище, там были фарисеи и саддукеи. Как вы думаете, кто из них знал истину? Я, конечно, не люблю задавать такие, ну, как бы, каверзные вопросы. Для меня ни те, ни другие не знали истину в полноте. Может быть, чуть больше знали истину фарисеи, потому что они признавали ангела, воскресенье. Саддукеи не признавали этого. Но это были две ведущие, как бы, группировки или партии того времени, на которых, ну, я бы так сказал, смотрел народ, и они были примером. И вот, возможно, и говорилось тогда Иисусом эта фраза. Как вы думаете, если слепой поведет слепого, что произойдет? Оба упадут в яму. И получается, что эта категория людей, они не знали истины. Почему я даже за фарисеев говорю, что если они и знали истину, то не во всей полноте? Пример Никодима, беседа Никодима и Иисуса. Когда Иисус начал ему говорить, то у Никодима это не укладывалось. И Иисус ему просто говорит, но если я тебе говорю о земном, и ты не понимаешь, то как я могу тебе сказать о небесном? То есть это для меня был, как бы, фактор тот, что, тем более, что Никодим был законоучитель. И этот фактор складывался в том, что и он не знал истины в полноте. Почему я такой, ну, как бы, очень, ну, как акцент именно на познание истины? Ну, это лично мое мнение, как бы, и мое стремление на нынешний момент. Почему? Потому что без познания истины очень сложно нам будет вжить в этом мире. Почему? Потому что, вот недавно даже вот звучала у нас такая информация, что в мире существует полторы, две с половиной тысячи деноминаций христианства. Я задался вопрос, а почему? Я нашел для себя ответ потому, что ни один, ни одна из этих деноминаций не знает истины во всей полноте. Почему? Потому что Писание говорит, вера одна, Мессия один, Всевышний Владыка один. А почему такое количество деноминаций? То в Израиле, как бы, можно сказать, было две-три, ну, если брать, парисеев, садукеев, там, книжников, там, ну, священники. Я не знаю, были ли они как-то там вместе, может быть, и были, но. Но если так брать, то получается, что насколько важно нам все-таки познать истину, какова она есть во всей полноте, насколько это возможно. Я не могу пока на нынешний момент сказать, до какой степени возможно познать Божью истину во всей полноте. Возможно даже и невозможно полностью. Но все скрывается в том, что вот мы знаем, что духовное крещение необходимо. Оно необходимо. Мы так знаем и по Писанию знаем, и это у нас работает. Многие из нас крещены Духом Святым. Это истина тоже. Но это только начало. Почему? Потому что, обратите внимание, что вот плоды Духа, вот это вот как раз и есть те грани истины, которые нам необходимо приобретать и необходимо пользоваться. И тогда бы очень многое в нашей жизни изменилось. Тогда бы мы не слышали из пророчеств, когда Господь говорит через пророка, вы повернулись ко мне спиной, вы отяготили сердца ваши, вы там делаете неугодное для меня. Почему? Потому что, смотрите, плод Духа Святого. Что есть плод Духа Святого? В послании Галатам написано, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но таковых нет закона. И те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Вот в этом истина. И получается, что в жизни нашей познание Бога, истинного, это очень важно. Почему? Потому что если бы в нас пребывали вот эти вот плоды Духа, то, вы знаете, я так думаю, у нас было бы идеальное общество. Почему? Потому что мы любили друг друга. У нас бы не было никаких разногласий. И у нас бы была действительно одна вера. У нас была бы сила Духа Святого. У нас бы были проявления Духа Святого во всей силе. И было бы многое другое. И поэтому нам есть к чему стремиться. Потому что жизнь наша не такая уж и длинная. Я это начал осознавать. Когда был очередной день рождения. И ты так думаешь, а жизнь-то действительно короткая. И поэтому мое желание, даже то, что Господь еще оставил мне в это время жизни, мое желание познавать истину, какова она есть, как можно больше. Я хочу познать ее всю. Я хочу, чтобы Господь благословил каждого из нас в познании Его. И Его истины в милосердии, любви, долготерпении и во многом остальном. Потому что так написано, что в Еремии есть такой стих, Еремия 10 глава и 10 стих. А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живый и Царь вечный. И дальше следующее место. Послание Иоанна. Где написано. «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сеясь Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью. И Дух свидетельствует о нем, потому что Дух есть истина». Дух есть истина. Дух Святой, о Котором Иисус говорил ученикам Своим, что «Я пойду к Отцу и умолю Его, чтобы Он послал вам Духа Утешителя». А для чего? А для того, чтобы Он работал в нас. Для того, чтобы Он работал в наших сердцах. Для того, чтобы Он работал в очищении, в освобождении. И производил действия в жизни нашей. И эти действия, они будут заметны, когда это начнет работать. Дальше еще одно место. Евангелие от Иоанна 4 глава, 23 стих. Когда Иисус говорит такие слова. Он беседует с самарянкой, и Он говорит. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть Дух, и поклоняешься Ему, должны поклоняться в Духе и истине». И для нас работы, можно сказать, очень много для того, чтобы, имея цель познания истины, приобретение даров Духа Святого, чтобы Дух Святой работал в нас. Иоанна 8 глава, 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него и Евдеям. К уверовавшим, не верующих в Него, а к уверовавшим в Его и Евдеям. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вот это вот для меня была ключевая фраза «Истина сделает меня свободным». Я так думаю, может быть, кто-то сейчас в душе или там внутри себя задал вопрос «А ты что, не свободный?» На этот вопрос каждый ответит сам себе. «Потому что та свобода, которая от истины, она делает свободным человека, и у человека на лице радость, у человека на лице доброта». Вы видели глаза доброго человека? Я думаю, видели. Он даже, может, и не улыбается, а просто смотрит. И та доброта, и то тепло, она передается тебе. И когда человек свободный, он свободный. Я думаю, каждый из вас домыслит, о чем я имею в виду, и что я имею в виду. Также Иоанна 14, глава 6 стих. Иисус сказал ему, «Я есть в пути истины и жизни. Никто не приходит к Отцу, так как только через Меня». Один из первых шагов, или там вторых, третьих шагов, мы уже сделали, уверовав в Иисуса Христа, Мессию, приняв Его как своего Спасителя, крестившись во имя Господа Иисуса. Шаг сделан. Но это еще не все. Еще предстоит нам идти, и довольно долго. Может, и недолго. Может, я здесь и не прав. Возможно, кого-то Господь коснется, если будет такое время, как вот сегодня Мирослав молился, если мирное время еще продлится. Возможно, нам нужно это время использовать как можно компактнее. И дальше из книги Тавита такой интересный стих, когда Тавит беседовал с сыном, точнее, Ангел беседовал с Тавитом и с Товией. Он говорит такие слова. «Если вы будете обращаться к Нему всем сердцем вашим и всей душою вашей, чтобы поступать пред Ним по истине...» То есть, что для этого нужно? Для того, чтобы познать истину и действовать правильно? Смотрите. Обратиться всем сердцем, всею душою, чтобы поступать по истине. И обратите внимание, какое обетование прекрасное стоит. «Тогда он обратится к вам и не скроет от вас лица своего». Это говорилось тому человеку, который пережил в своей жизни довольно серьезные испытания. Но еще я хотел бы, чтобы мы бодрствовали. Вот здесь вот есть один стих такой из Третьей книги Ездры. Кто читал Третью книгу Ездры, там очень интересно описано общение Ездры и с ангелами, которые приходили к нему и которые открывали ему действительно тайны. И вот однажды один из ангелов, когда приходит к нему, это Третья Ездры, 14 глава, 16 стих, здесь говорится об одном времени. У меня такое впечатление, что это время уже приблизилось, прямо вообще уже на пороге. «Сколько будет слабек век сей от старости, столько будет умножаться зло для живущих. Еще дальше удалится истина и приблизится ложь». Вот тут без истины, дорогие мои, мы не сможем устоять. Мы должны ее иметь, мы должны ее знать и должны иметь вот эти вот дары Духа Святого для того, чтобы устоять. Уже поспешает прийти видение, которое ты видел. Ну, там говорится о бедствиях. И последнее, это Ефесянам, 5 глава, с 8 стиха до 17. Это говорится каждому из нас. Возможно, кто-то не был во тьме. Ну, как мы часто слышим такое, «Я рожден в семье верующих». Возможно, ты не познал тьмы. Я за себя говорю, «Я рожден в семье неверующих» и познал Господа в 35 лет. И уже что такое тьма, я знаю. «Вы некогда были тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Бога. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Ну, сейчас то, что делают тайно, уже, получается, до такой степени всплывает явно, что то, что было тайно, теперь уже это откровенно грех и зло восстает. И как трудно в этом мире человеку, особенно подрастающему поколению, устоять в истине. Очень трудно. Для них очень это испытание серьезное. Почему? Потому что они иногда теряют грань между грехом и праведностью. Впадая в грех, они даже, возможно, и не осознают иногда этого. Почему? Потому что для них это, ну как, какое-то мгновенное удовольствие. Я знаю в своей жизни, что эти мгновенные малые удовольствия, они приносили такие слезы, что вы просто не представляете. Иногда эти слезы длились по два года. Я никому не желал бы таких испытаний. Все же обнаруживается, делается явным от света. Ну мы уже слышали такие примеры, когда, допустим, идешь в темноте, да? Ну ничего не видно, даже камешка не видно, споткнулся. Там где-то заборчик кувыркнулся. Но когда только у тебя есть какая-то лампа или какой-то свет, а если вот такой свет, допустим, Божий свет, который изливается на землю, то ты сразу видишь все. И у тебя глаза открываются сразу. Но только, знаете, дорогие мои, самое главное, не одеть темные очки, которые притупляют это зрение. А темные очки – это есть согрешение. Мелкие ли, крупные ли, но это очки, которые потом человеку мешают видеть действительно грех. Они, ну как бы, притупляют зрение человека. И потом, когда у человека темные очки, а если они еще темнее становятся из-за согрешений, для такого человека это граница греха, она сдвигается дальше и дальше и дальше. И дай Бог, чтобы никогда эти очки не оделись на наши глаза. А почему? Для того, чтобы мы действительно были детьми света. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делаешься явным – свет есть. Посему сказано – восстань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем. По-моему, уже вот этот стих, вообще вот этот абзац, он до такой степени четко говорит и показывает, что нам нужно делать. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы, не говорится о годах даже. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Для меня на нынешний момент, дорогие друзья, есть познание воли Божьей – это познание истины, и как можно глубже, чтобы действительно мне стать источником света, чтобы мне действительно стать тем сосудом, благопотребным. Тем более, как я уже говорю, что время жизни, оно ограниченное. Никто не знает из нас, когда она прервется. В книге Ездры как написано? И когда выйдет приговор от Всевышнего отозвать душу – и все. И никто не знает из нас, когда выйдет этот приговор отозвать душу. И поэтому, да будем дорожить мы этими днями жизни нашей, радуясь сегодняшнему дню, если даст Бог и последующие дни, и познавать истину. А истина – это любовь. И те плоды Духа Святого, которые нам описаны. А Господу вечная слава. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...